Колбасные изделия Мы выбираем ее так, что ему уже проверено, покупаем что-то, нравится, не нравится, и потом уже делаем выводы. На производителя обращаем внимание, на халяль это или не халяль. Между тем, как рассказали в Роспотребнадзоре, на казанских прилавках может оказаться колбаса из Дании, зараженная листерозом. Эта инфекция чрезвычайно опасна для человека. Она поражает нервную систему и внутренние органы. По сообщению Государственного института сывороток, в Дании в колбасных изделиях одной из компаний обнаружены листерии. Этот микроорганизм является возбудителем инфекционного заболевания, он патогенен для человека. Переносчиками, природными резервуарами являются различные грызуны, также некоторые виды домашних животных. В лаборатории Роспотребнадзора каждый день делают исследования десятков видов колбас. В основном это отечественные производители, ведь с введением эмбарго количество импортной продукции резко уменьшилось, пока листероза в колбасных изделиях не обнаружено. Как говорят эксперты, листериоз можно обнаружить только лабораторным путем. На цвет и запах зараженную колбасу не распознаешь, поэтому специалисты советуют импортную колбасу лучше не покупать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова